В Киеве на площади независимости прошла акция солидарности с политическими заключенными Казахстана. Враги украинцы, смотрите пожалуйста на эти лица. Это политические узники Назарбаева. Это политические заключенные. Это люди ни в чем не виновные. Они сидят в тюрьме только потому, что Назарбаев боится потерять свою власть. Политических беженцев из Казахстана поддержали украинские правозащитники. Вместе они показали общественности лица героев борьбы с диктаторским режимом. Мы поддерживаем свободный народ Казахстана и мы против диктатуры конфликтовой. Мирная борьба за свои свободы это правильно и что вы не одни и украинцы вас поддерживают. В это же время по заказу Комитета нацбезопасности провокаторы устроили контракцию. Собрали молодежь. Держать растяжки с абсурдными обвинениями. Девушка, а вы знаете кто такой Облязов? Давайте вы не будьте менять. Смысл написанного никто не смог объяснить. Наемники лишь стыдливо молчали и прятали лица от камер. А вы знаете кто такой Облязов? Ребят, а что вы отворачиваете? Ребят, а что вы прячетесь? Провокаторы даже принесли огромную колонку. Но не для заявления, а для рассеивания внимания громкой музыкой. Они пришли вот с такой большой колонкой как раз для того, чтобы нас не было слышно. Отвлечением участников акции на пустые споры занимался щуплый парень с микрофоном. Павел Яник. Нас сегодня 18 миллионов заключенных. Мы все пустники на зарплате. А что вас так мало здесь? Если так много там. Спасибо Украине, которая дает нам возможность. Вот здесь стоять. Литингующих, да, даем? Вот здесь стоять и говорите наших правах. Он под видом журналиста издания «Выбор», как помешанный, повторял только одно. Вы отрабатываете деньги Облязова? Ребят, а что вы отворачиваете? А вы отрабатываете деньги Облязова? Вы отрабатываете деньги Облязова? Руководил проплаченным цирком глава общественной организации «Стоп. Нелегал» Денис Шинкаренко. Не надо здесь создавать конфликт между двух стран. Если не устраивает вам правительство Казахстана, едьте в Казахстан, что вы тут делаете. А сейчас вы просто отрабатываете денежки. Приходите на Майдан, 20 минут постояли, пофотографировались и ушли. Для своего чата, для своего там группы или так далее. Мотивы своих действий Шинкаренко и не старался скрыть. Каждую мирную акцию о Казахстане сопровождают провокаторы. На этот раз они побоялись действовать жестко, как ряженые в форму тетушки этой зимой. На этот раз акцию сопровождали сотрудники полиции. Нападки провокаторов они игнорировали, а шевроны одевали только на камеру. А почему всегда вы его так вот наклеиваете, когда я прихожу? Но несмотря ни на что, главная цель акции была достигнута. Активисты привлекли внимание гражданского общества Украины. Вы молодцы, что доносите миру и рассказываете правду о своей стране. А все ее про Казахстан. Теперь цель активистов – донести проблему доведомо украинских властей. Мы хотим обратиться сейчас к украинской власти, к господину Зеленскому, к украинской полиции и спросить, неужели в Украине нет инструмента оградить нас от участия этих провокаторов, защитить наши политические акции, которые мы проводим мирно и на которые Украина дает нам полные права. Большое спасибо за то, что мы можем выходить на Майдан, к посольствам и в другие места, чтобы проводить эти акции. Но, к сожалению, ни одна из них не обходится без провокаторов. Мы народ великой страны. Казахстана. У нас есть выбор. Шау Кет. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok